Беларусь приближается к важной и значимой дате 17 сентября. Все вместе мы встречаем День Народного Единства. Глубокий смысл праздника очень точно формулирует масштабная общественно-политическая акция «Беларусь-одиная». Консолидация, единство, достижение сильного и независимого государства. Это ключевые темы большой диалоговой площадки, которая продолжает заряжать города и регионы и атмосферой предстоящего праздника и духом патриотизма. Ну и, конечно, это всегда открытый разговор. Олеся Высоцкая продолжит. Мирная страна. Истоки перспективы белорусской модели развития. Стартовав на прошлой неделе, республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь-одиная» продолжает путешествия по стране. Участники акции говорят о национальных интересах, прошлом, настоящем, будущем. Студенты, педагоги, врачи, производственники, представители ведущих отраслей, лидеры общественных мнений. Разное поколение, но единый взгляд на будущее. Живой открытый разговор о силе единства и работе вместе на созидание и процветание. Самое главное, что молодежь должна помнить, что она должна ценить то, что сегодня сделано в нашей стране. И что мы живем под мирным небом, это не просто так. И впереди каждый из нас должен не ошибиться. И самое главное, верить в себя. На самом деле, мне очень понравилось, что затронулись темы как для более старшего поколения, как и для более младшего, но для молодежи. Мне понравилось увидеть тему, которую я не ожидала тут услышать. Очень много чего полезного услышал. Также согласен с тем, что праздник 17 сентября должен праздноваться каждому. Пусть даже понемножку выставить аватарку, какой-нибудь текст, но все равно поддержать нашу Беларусь. У меня подрастают свои дети. Я заинтересован, чтобы наша страна становилась сильнее, мощнее и расцветала. Чтобы не было таких изменений, которые бы откидывали страну назад в развитие. Голос беларуского народа сегодня слышен из Мозыря. Акция добралась до Гомельского региона. Беларусь современная и Беларусь 30 лет назад. Будто два разных государства. Сила власти в фундаменте успехов. Было-стало. Эти примеры сегодня звучат повсеместно. От костров в стоящих цехах на заре суверенитета до пятерки сильнейших в мире по целому ряду продукции. У любого человека, который хочет реализоваться молодого в нашем государстве, есть все для этого условия. Будь то это в спорте, будь то это в образовании, на предприятии или в сельском хозяйстве. Только остается нам, молодым людям, не подвести свое государство и доказать, что мы достойные граждане нашей страны. Я считаю, что это очень важное мероприятие, так как было время, когда восточные и западные части соединились. И поэтому это очень важно для народа, объединение. Мы представляем на форуме выставку, которая называется «Герой воссоединения белорусских земель». Выставка рассказывает о жизни и подпольной деятельности Героя Советского Союза Веры Захаровных оружий. Есть предметы, представленные, которые принадлежали лично ей, в частности письма, которые она писала из мест лишения свободы, когда была осуждена за свою подпольную деятельность. Единство народа для меня это то, чтобы сохранить историю страны. Тот небольшой период, пока мы празднуем этот новый для Республики Беларусь праздник, я считаю, что он прижился в нашей стране. И это связано в том числе и с той акцией, которую сегодня мы проводим традиционно «Беларусь один» на Мозорской земле. И цель этой акции в том числе показать, как жил белорусский народ в то время, когда он был разъединен, и как он живет сейчас, когда все мы вместе. Наши лекторы, которые выступают сейчас по всей стране, они поддерживают этот прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей. Это самое главное. Потому что важно и то, какие вопросы люди задают, то, что людей волнует, то, что вызывает отклик. Единство для нас, и это тезис от белорусского лидера, главное условие сохранения жизни государства. А значит, это вопрос выживания нас, как нации. 17 сентября одна из трех исторических дат наряду с Днем Победы, 3 июля, которые дают возможность заглянуть в прошлое, чтобы крепко держать в руках настоящее и защищать будущее. Эти даты объединяют нас, современных белорусов, в стремлении защитить свою историческую память во имя мира на родной земле. Еще раз подчеркиваю, мы не агрессоры. Наш народ, по сути, не может быть агрессором. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика, но себя защищать, будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль, наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. Масштабный, яркий, с глубоким смыслом. Проект «Беларусь-одина» завтра продолжит свой маршрут и завершится символично 17 сентября в День народного единства. Хорошее, отлично видится на расстоянии. Вот что о единстве, консолидации, говорят не белорусы. Я считаю, что белорусская политика, она именно политика мира. То, что ее представляют на Западе, совершенно по-другому. Диктаторский, диктаторский режим и так далее. Ну, во-первых, они ревнуют такой красоте, такой стране, которая создана именно для человека. Которая пусть посмотрит, какие здесь улицы, какая чистота, порядок. Пусть посмотрит, какие здания, заводы, которые работают. Я сегодня на Конгрессе специально сказал, пусть продукты. Продуктов в Европе нет. Вы не знаете, и молоко, и химия, и так далее. Все это есть в Беларуси, все это мешает. И поэтому очень важно, чтобы культура, память ваша дошла до молодежи. Общий вызов, как бы, всего нашего антизападного мира – это победить глобально-коллективный Запад. Беларусь пока остается оазисом мира, спокойствия, красоты, благолепия. Вот после Донецка я хожу по Минску с широко открытыми глазами. Боже, в меня не прилетит Хаймарс, нигде ничего не грохнет, не взорвется в небе ни ПВО, ни беспилотник. Меня не догонит СПВ-дрон. У вас мир, цените это. Беларусь готовится к празднику. Концерты, велопробеги. В разных уголках открываются социальные объекты. Проходят диалоговые площадки, встречи, где сильные эмоции патриотизма и любви к родной стране объединяют людей. Олесь Высоцкая, Наталья Бреус, Богдан Петрашко, Виктория Шаркова. Агентство Теленовостей.